Первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС представили пассажирский МС-21-300 с российским двигателем. ПД-14 это агрегат пермских разработчиков. Турбовентиляторный двигатель впервые созданный в современной России. О новинках отрасли в ходе мероприятия рассказал президент России Владимир Путин. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Суперджет. В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14. За этим самолетом последует региональный Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет Байкал, а также новые вертолеты, которых давно ждут. В объединенной двигателестроительной корпорации отмечают, что все работы, связанные с ПД-14, находятся на острие технологического прогресса. На авиасалоне наш агрегат – одна из центральных экспозиций. Все, что касается экологии, соответствует стандартам. Все, что касается шумов, соответствует стандартам с большим запасом. По экономии топлива мы находимся на одинаковых позициях с существующими авиационными двигателями. Тяга у ПД-14 несколько больше. Ее надежность выше. Кстати, сразу после пролета МС-21 на авиасалоне президент отведал мороженого. Это стало уже традицией. В прошлом году глава нашего государства угощал своего турецкого коллегу Эрдогана. На этот раз лакомство тоже было. Путин взял себе одну упаковку, рассмотрел, затем человек с коробкой обошел всех остальных вип-персон. Продолжение следует...